всем привет привет дорогие мои я уже побывала сейчас в больнице сняла для вас как цветет кактус вот сейчас эти кадры и хорошая новость шов мы слава богу слився начал зарастать корочкой и уже оттуда ничего не вытекает мне даже сняли повязку но я хочу сейчас равно перевязать потому что я переживаю ну вдруг испорчу платье вдруг все зацепится поэтому лучше сейчас сама себе сделаю перевязку на всякий случай меня выписали из больничного я поняла что банки это моё на место силы сейчас была в банке решала вопрос и один из вопросов как вы думаете какой ну да конечно мне опять звонили теперь уже из этого банка у меня просто по определенным причинам деньги хранятся в трех разных банков и каждый счет определенный потому что ночью много всяких объяснений и не звонили за этого банка причем практически такой же номер как и в тот раз был молодой человек и задавал такие же вопросы но я как бы проходила не именно из-за этого вопроса потому что уже ответы я и так знаю я пришла по другим вопросам все решила сделай и куда фигуры здесь фигуры там я уже побывала у себя на работе и отдала по личной лист так как больничный лист не закрыли и как же хорошо когда есть свой канал вышло сегодня видео о нашем совместном семилетнем проживание вместе с вами это мы проживаем вместе 8 лет официальном браке получается 7 лет и девочки уже посмотрели и поздравляют и это очень очень приятно хочу сказать что конечно супружеская жизнь это не так все просто но все в ваших руках главное научитесь на слушать друг друга и где-то кому-то уступать а еще у нас хорошая новость иван сдался и вся цветом ревизор у него были наставники инструкторы большим теперь иван полноценный стопроцентный водитель трамвая 3 класса и он уже ездит сам один без всякого контроля ну сразу контроль каш есть но не настолько велики сейчас мой любимый руководитель сообщила мне о том что она решила пойти в отпуск в августе и я иду вместо нее работать насколько неизвестно привели где-то на три недели в общем буду работать в магазине продуктовым замещать свою заведующую у нас это практика уже как бы не первый раз поэтому все спокойно все спокойны всех согласованы руководство в курсе девочки тоже все не против но и я тоже почему бы нет я конечно небольшой ультиматум сделала его на сказал что если меня пригласят на работу я отработал получу деньги и в глюсе новый телефон сотовой правду своим телефоном просто большие проблемы все равно не держится заряд они загружаются долго android и происходят всякие всякие ненужные дела что меня очень напрягает и бывает выводит из моей работы жизнедеятельности и поэтому хочу поменять не из-за того что что-то у меня там не устраивает или я чем-то очень раздосадована а вот чисто в рабочем моменте мне неудобно вернувшись домой я очень порадовалась тому что у меня приготовлено уже еда моя та самая пюрешка на вид конечно может быть не очень но это ребята реально очень вкусно и мой желудок за это говорит мне спасибо ни капельки боли ни капельки каких-то там реакций в общем очень сытно очень вкусно но не совсем может быть красиво когда я пришла домой я сначала попила сок томатный мне эта фирма не очень понравилась но я добавил то немножко соли и тем самым справила положение вот сока напилась прошло 15 минут и я приступаю к еде свои пюрешки и еще хочу вам похвастаться купили я себе комплевит теперь уже большую упаковку то у меня было на 30 таблеток это на 100 все равно их ем утром и вечером поэтому какая разница уж купить сразу так нормально и покупала в аптеке столички и мне в подарок дали вот такой комплекс для роста волос что мне и надо потому что обещают что с моей диетой начнут сыпаться волосы крошиться ногти там содержится видите всякие витаминчики тоже очень-очень хорошо буду употреблять но пока что меня смущает что очень большая капсула там внутри поэтому не рискнул но может быть через месяц буду употреблять читающую инструкцию такие большие очень капсулы для моего желудка все-таки это еще многовато ну а дальше мне приятного аппетита всем привет мое видео продолжается но у нас уже сегодня следующий день и мы идем гуляем с чемоданом провожаем ваню в армию всегда куда куда и ванная в армию провожаю а что реально с чемодане мне кажется очень тяжело догадаться открываю чемодан и там корм для собак у майоса закончился корм и мы позвонили заводчику и нам дали мешочек поделились с нами масса мы берем профессиональный корм супер премиум класса для взрослых собак средних крупных пород с нормальным уровнем физической активности мясо индейки ну и дальше смотришь как кормить сколько весит собака и сколько ей надо это норма в день получается масса где-то здесь и в день 140 грамм утром 70 грамм и вечером 70 грамм состав смотрю даже входит экстракт винограда мясо 35 процентов 70 процентов мясо индейки рис злаки утиный жир свекольный жом дрожжи еще видите мы пользуемся этим кормом уже давно нам очень нравится и быстро пробегусь по нашим покупкам иван себе купил какое-то новое молоко таким молоком мы не пользовались картошечку взяли я последнее время страдаю по такому вот кофе это с добавлением шоколадной крошки есть крошечка 3 в одну нравится мне чем такое вкусненькое попить дальше я пью томатный сок решили взять вот такую баночку попробовать еще одно молоко у меня иван не пьет алкоголь вообще но литр в день молока сто процентов певает если он есть наличие дома также я взяла себе йогурт таня меня подсадила на такой сок очень вкусный советую всем попробовать такое ощущение что вы едите сушеные бананы только в жидком виде и причем сок очень сладкий я вот его пью и то же самое у меня ощущение как будто я съела сладкий мармелад все заменяет мне конфеты только в путь дальше иван себе взял нектарины но для меня это очень твердый поэтому я такую точно не ем подсели мы на лавашек я тоже на ваш теперь ем лаваш с сыром микроволновки и начать все идут яблоки иван себе взял на какие-то сезонные и меринду решила себя побаловать была по акции рассказываю зачем я взяла йогурт активе что же произошло позавчера я вам снимала как я ходила гуляла занималась делами вчера я целый день вообще ничего не снимала почему и продолжаются наши вот эти вот выпуски через день вчера мне было плохо получилось так что в ночь ртом пошла желчь предполагаю что на ночь поела помидоры причем съела не небольшую часть а больше половины одной помидорки съела в общем то ли переела я то ли помидор дал кислоту и такая реакция пошла то ли какой-то там вот мне объясняли клапан не до конца открылся желчь не пошла в желудок а пошла через рот в общем не то что меня рвало но я проснулся от того что у меня все в желчи вся вот эта кислотность все 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 и в общем забавлялась от желчи у меня что-то наподобие было после операции на голову и мне помогал как раз от активе когда начинаются такие приступы прополоскала горло выпила полу бутылочки активе она там все обволакивает мне становится лучше я успокаиваюсь здесь же получилось пока я решила что же делать как мне быть время было три или четыре часа утра пока я вспомнила про активе в общем желчь сожгла мне все горло вот горло уже второй день болит пользуюсь своим любимым гексоралом брызгаю но вроде становится лучше и теперь вот переживаю как бы опять не было то же самое поэтому взяла активе чтобы был дома чтобы если чего вдруг сразу же глотнуть и все это дело успокоить такие дела в общем здоровье нестабильно все это нестабильно на данный момент вес у меня уже чуть минус 14 800 вес затормозился три дня вес стоял полностью никуда не двигался сегодня только сбросил 200 грамм но не всегда же я считаю должны быть большие потери веса все-таки когда-то должно все это приостановится и уходить уже вес гораздо меньше по чуть-чуть но стабильно а я на этом со всеми вами буду прощаться до новых видео всех люблю всех целую всем пока пока